У нас опять Каспаров и Карпов. В 84-м году, как можно сказать, в 84-м и 85-м, потому что год матч начался в 84-м, закончился в 85-м. Это их первый матч, такой марафон, который продолжался, кто помнит, 48 партий, такого больше в истории шахмана не было. И он не был закончен. А следующий матч в 85-м году Каспаров выиграл партию из этого матча, мы посмотрели, одно из самых эффектных. А через год в Лондоне и Венинграде в двух городах состоялся матч-реванш. И опять Каспаров выиграл. И вот эта партия была на финише. 22-я партия всего. Тогда уже отменили правила. Первый матч мог длиться до бесконечности, вернее, до 5 побед. Но они так хорошо играли, что 48 партий до 6 побед. Никто 6 партий выиграть не мог. Поэтому следующие матчи они сыграли после этого еще 4 матча, после самого первого. И эти матчи уже проходили по старой системе. То есть ровно 24 партии. Если ничья, ну чемпион мира сохраняет свое звание. А надо было выиграть. Значит, теперь уже надо было выиграть матч Каспарова, потому что он уже не чемпион мира. И вот эта партия, но он играл очень хорошо. Было напряжение до самого конца. Это 22 партия, то есть буквально последовательно 2 партии остаются до финиша. Ну, Каспаров ее выиграл, и тогда было понятно, что уже практически сохраняет звание. Здесь не было таких дебютных откровений, но в конце был, Каспаров самый настоящий инфинкт создал. Очень эффектная концовка была, так что мы должны сейчас до нее дойти. Я говорю, что до этой партии счет был равный. День, сколько получается? 10, 11, 11 был счет. И вот это 22 партия. Нет, 10,5 на 10,5. Это 22 партия. Каспаров играет белыми, D4, D4, Kf6, C4, Kf6, C4, C4, C2, C4, E7, E6, E7, E6, Kf3. Kg1, F3. Но здесь, если белые играют, там, B6 получается, там, какие-то новоиндийские построения, слово B4 шаг получается, там, типа защита Немцовича, всякие, ну, здесь огромный выбор. Но белые, черные сыграли D5. То есть при установке ходов получился ферзовый габет. Но белые сыграли на первом ходу D4, черные могли тоже сыграть D5, и тогда получился ферзовый габет. Но вот D5 был сыгран, видите, не на первом ходу, а чуть позже. Здесь последовало конца 3. Они эту позицию играли белыми и черными. Меняли цвет. И он у них возникал не раз. Она была, этот дебют был в седьмой партии. Там черный играл Каспаров. Он и устоял. А восьмой партии он белыми выиграл. Так что у них напряжение такое было. И каждый готов был играть этот вариант. слон Е7, слон Е7, слон Ж5, слон Ж5, слон С1, Ж5, H7, Ж5, H7, H7, H6. Но это все идет по теории. Ход H7 с целью понять, куда хочет слон. То ли он хочет разменяться, то ли он хочет отступить. Встречался то и другое. Каспаров меняется на H6. Слон Бетю 6. Слон Бетю 6. Меняем размер на H6 и слон Березь на H6. Е3. Е3. Нет, Е3. 0, 0. Короткая рокировка. Ладьян С1. Но это здесь поверхность сейчас миллион раз. Ее обсуждать очень тяжело. Такое типичное дебютное построение. С6. Белых немного лучше. С7, С6. Но черных прочные покупаете. Слон Д3. Слон Д3 от белых. Слон Д3. Конь Д7. Дэйс. 0, 0. Короткая рокировка. Закончили оба закончили развитие. Пока еще все основные впереди. здесь черные побили на С4 пешку. Слон побил на С4 и Е5. То есть это такая идея разгрузка центра. ход черных. Белые же побили на С4. Ход черных. Идея разгрузить центр, но все равно пешка остается на С4 у белых. Центр держит немного лучше у белых. на С4 12-й партии Карпов играл С5 и устоял. Хотя и с трудом. Здесь он решил поменять варианты. Побил и пошел к первопешке Е5. Ему нужно было здесь ему же нужно было матч выиграть. Поэтому его не устраивала просто ничья. Его надо было играть поострее. Нет, здесь не было Е4 было сыграно. На Е5 было сыграно аж три. Поменяли в центре. Еда черная и белая Еда. Это осталось на место. Просто менялись на Д4 и Небольшой перевес все равно белый, потому что пешка Д4 держит поле Е5 важное. С5 при случае двинется вперед, поэтому небольшой такой числый перевес пока ничего страшного. Комя Б6. Но обычно это называется изолированная пешка и когда у одной стороны изолированная пешка в данном случае у белых то пункт перед ней он ничем не защищен потому что пешка изолированная соседей нет. Черная маневрирует вокруг этого пункта. Но все равно пешка Д4 как правило она сильнее чем другие соображения. Поэтому здесь последовало значит беда супер сфоном на B3 он D5 не держит но все равно не очень хорошего положения конечно большинство предпочло играть белыми. сфоны A4 сф Ton Eros Carp flip to E1 da E1 Вот, белые, видите, весь центр держат, линейные держат, черные пытаются какую-то пунктовую группу получить, играют А7-5, ну, чтобы, может быть, А4 пойти, А7-5. Здесь, правда, слона отсюда, с этого поля, с этой диагонали важной, А2-7, которые дают на пункт их 7. Вообще, это было усиление, потому что у них уже в предыдущем матче, когда они играли во втором матче, все это было, там черные играли ладея Е8, но не достиг гравенства, этот как бы был подготовлен к этому матчу ход, но тоже не принес, не принес белых особого завоевания. Последовались А3, ну, белые, готовы на А4 отступить на А2, здесь было сыграно ладея Е8, размен на Е8, перед битгей Е8, перед Д2, перед Д2, Д2, а не Е2. Д2, перед Д2, и конь Д7. Ну, белые, отказаясь от 2б, до полу Д5, просто подтягивают коня на защиту. У белых по-прежнему инициатива, то есть черные подтягивают коня на защиту, защита у белых по-прежнему инициатива, но черные, кстати, стоят. И здесь до сих пор такое, что маневрирование довольно характерно для этого дебюта. Но, как показала практика, то, что конь сядет на Д7, ну, они здесь упорно защищаются, и чаще всего достигают равенства. Ну, не с Каспарова, конечно. Каспаров играет впереди А4. Слон Ж6. Напали на слона, слон расцепил. Слон Ж6. Вот, и здесь очень сильный ход. Аж 4. Когда начинают какую-то инициативу, в центре владеют некоторыми повередствами, пытаются захватить инициативу на королевскую фланге. Черные сыграли Ферзь Д8. Ферзь Д8. И последовало конь А4. Конь А4. Конь А4. То есть белый попеременно. То, видите, один ход на королевскую фланг, один ход на ферзь. Он на обеих флангах создает какое-то давление не очень приятное. Черные сыграли Аш 5. Ну, заранее, заранее, значит, Адаш 4, Аш 5. Защищаясь. Последовало владея Е1. Единственное, открытые линии, которые заняли белые. Черные теперь сыграли Б5 на этом фланге. Пытаются что-то тут принять. Прогоняли коня, потому что конь там куда-то может на Ц5 скакнуть, а на Б6 в случае. Они оттуда прогнали его. Конь наступил на обратно, на Ц3. Ферзь Б8. Понятно, напали на Ферзя и хотят разменять Ферзей. Без Ферзей будет, может, уже проще доисчаться. Белые, конечно, не избегают размена Ферзей. Хотя еще был здесь такой сильный конь Е5. Возможно, был еще сильнее, но ни сильнее не было. Как раз после конь Е5 ничего особенного не было. Надо путь попадал под связку и неизвестно, что поделок кончилось. А белый просто отступает в резюм. Через Е3. Продолжается маневренная игра, видите, но белый какой-то инициативой все-таки владеет. последовало Б4. Б4. Б5, Б4. Убали на коня. Конь отступил. Конь Е4. Последовало БА. БА. Ну, вот здесь пешку бить нельзя, потому что берет коня и слон теряется. Поэтому Берная сначала разменяла коня. Конь Б4. Шаг. Конь Б4. Шаг. Конь Б4. Шаг. И теперь БА. Теперь БА. Пара по... Фигура остается сильнейшей и меньше, но по-прежнему Беда сохраняет давление. И вот эта пешка Д4, она как держала в самом дебюте весь центр, все важные пара, и в случае сама может вернуться вперед. Так они эту инициативу сохранили. Уже 27-й ход. Значит, здесь последовало... Черны сыграли Конь Д5. Конь Д5. И Беда изменялись на Д5. Слон БД5. Слон БД5. Слон БД5. Слон БД5. СД. СД. Черные побили на Д5, естественно. И медный сыграли конь Е5, то есть все-таки этот конь получше, конечно, того слона. Черный сыграли ферзь Д8. Космар поступил ферзером на Ф3. Ладья А6, то есть ладья там ищет какие-то поля для хорошего достойчивого положения, то есть надо хочет на королевский фланг перейти. Ладья С1. Мелый с этой стороны пытается проникнуть, то С1. Король А7. Здесь можно было съесть эту пешку, но тогда терялось на Д5. И, по-видимому, это тоже поле белых. Ну, хотя шансы взаимно были. Но, как бы не решился на этот размен, он отступил просто королеву Н7. И здесь последовал, значит, неожиданный ход ферзь А3, довольно сильный. Ферзь с этой стороны давит на полицию черных, Н3. Заодно защищает пешку Н4. Ладья Б6. Ладья пытается войти в игру. Ладья Б6. Ладья С8. Вот с этой стороны белые влезают в тылы. Ладья С8. Ну, король ушел заблаговременно, поэтому эта связка не опасна. Ферзь отступил на Д6. Ферзь отступил на Д6. Ферзь пошел на Ж3. Да, Ферзь пошел на Н3. И черные сыграли А4. И белые забирают эту пешку А. Ну, это решающее материальное перевесие не приводит, но забрать пешку не вредно. Белые сыграли Ладья А8. Ладья А8. Просто нападают на пешку. Черный играет Ферзь Е6. Ферзь Е6. Пешку погибло. Ладья А4. Но пешка А3 не такая сильная, она тоже может потеряться, поэтому Карпов не пожалел этой пешки. Но она, действительно, не играет большую роль, а играет другую совсем. Здесь последовала Ферзь Ф5. Ферзь Ф5. Вот черный час Ферзь Ф5. Ферзь Ф5. Ладья А7. Белые на 7 уровень не занимают. Ладья Б1 шаг. Король А2. Ладья С1. Ладья С1. Ладья С1 по черным. Ладья С1. Ладья Б7. Ну, если убрать пешку А3, то полное материальное равенство. И конь, конечно, приятнее слона, но возможно, что здесь выигрышей нет. Поэтому здесь черные сыграли ладья С2. Ладья С2. Белые сыграли Ф3. И черные сыграли... Пешку Ф3. Нет, это пешка Ф3. 2 Ф3. Черные сыграли ладья С2. То есть напали на эту пешку. То есть у белых лишняя пешка, но у черных напала на Д4. И если, допустим, напрашивать ладья Б4, чтобы ее защитить... Тогда играл... Черные играли... Ну, допустим, так... Черные играли бы тогда... Ф6. Надо меняться на Ж6 и на Ж6. Можно все фигуры разменять. У белых расстается лишняя пешка. Но это ладья Наниспель, по-видимому, ничейная. Потому что ладья очень активная. Только эта пешка цепляется. Только эта выигрыш очень тяжело. Поэтому... Здесь... Ладья Белая. Ладья Белая на 7-ой линии. На 7-ой линии? Ладья Белая. На 7-ой линии. Поэтому белые... А черные же? Что вы видели? Чёрные, на 3-ой линии. На 2-ой линии. На 3-ой линии. На 1-ой линии. Вот эта позиция очень интересная. В этой позиции... Партия была отложена. Тогда еще было доигрывание. Это в наше время доигрывания уже нет. Вы знаете... Сейчас нельзя доигрывать партии. Потому что если она откладывается, то компьютер проанализирует все. Это уже будет игра не людей, а компьютеров. Поэтому в какие-то... Где-то 90-е годы уже было отменено доигрывание. Вы, наверное, даже этого не знаете. Потому что когда партия откладывалась, там... Противники со своими танецкими бригадами анализировали позиции. Там часами, если не днями. И потом она снова доигрывалась. И результат был известен только... Как правило, на следующий день. А то бывает и через два дня, и через три. Вот. Сейчас это все пропало. Прошло. Сейчас партия, играя 40 ходов, сыграли. Просто каждая получает еще дополнительное время. Обычно по часу, например. И играется дальше и дальше. И партия заканчивается в один присед. То есть она вообще не откладывается. Но тогда это было... Тогда такого еще не было. Тогда партия откладывалась. И было важно, конечно, как состоится доигрывание. И вот здесь очень интересный момент. Что здесь был... Каспарову... Как его контроль миновал. Каспарову нужно было... Нужно было записать ход. Потому что как партия откладывались? 40 ходов сыграно. И теперь белая записывает секретный ход. Ну, ход. На бланке записывается. Напечатывается в конверт. На следующий день скрывается. Делается этот ход записан. И партия продолжается. И вот здесь надо было записать ход. И интересно то, что... Каспарову с записанным ходом... Если бы он не сделал этот ход, возможно, что партия бы закончилась еще. Но он с записанным ходом нашел этюд. Ну, который потом уже долго, конечно, все было зашлифовано. Но он нашел очень эффектный ход. Собственно, за счет которого эта партия и признана была лучшей. И действительно дальше получился этюд. Но вот это важно было найти этот ход. Висит пешка на Д4. И кажется, что записанным. Ты думаешь, что ладно, я пешку защищу. Ладья Б4. Ну, а потом уже буду анализировать дома, что делать. Ну, если бы он сыграл Ладья Б4, то после этих 7 и в 6 вынуждены были разные размены произойти. И пешка сохранялась. Но это Ладья Нанечка такая бесперспективная. Потому что Ладья Черных очень активная. И никаких шансов не было. Поэтому стоянный вопрос запишешься на ход Ладья Б4. На всякий случай надежный ход записать. А потом смотреть дома. Нет, не записал. Написал совсем другой ход. Записал ход и чудо. Возвращая сразу пешку на Д4. Потом записал такой ход. А может у него дойдет? Его, конечно, надо, когда он вперед, потом почитать. На сам ход какой он напрашивается? Д7. Ладья Б4. Конь Д7. Ну, зачем? Просто отдать Ладью? Нет. Конь Д7. Конь Д7. Правильно. Такой был ход Конь Д7. Совершенно неожиданно. То есть, вот туда он. Конь Д7 является туда. Что там произойдет, это, конечно, он уже дома смотрел. Записал правильный ход. То есть, просто отдал эту пешку. Так и последовало. Черная победа на Д4. Конь Д8 шаг. Конь Д8 шаг. Король А6. И здесь еще один тонкий ход. Ладья Б4. Представляете, предлагает размен ладей. Кажется, что и пешку вернули, и еще ладей предлагается. То есть, дело в том, что после размена, вот эта диагональ обнажена, крылью некуда деваться, это поле держит конь. Если слон идет, то это поле тоже держит конь. Это поле держит пешка. И ферзь легко проникает на это поле. И любой шаг будет убийственным до черного. Поэтому такой ход, конечно, нужно было, играя конь Д7, нужно было предусмотреть этот размен. Ладья Б4. Не сразу то, что вело к ничьей, скорее всего. А именно, сначала конь попал на Ф6, на Ф8, а теперь белые предлагают размен. Ну, здесь партия продолжалась всего три хода. Я даже не буду их показывать. Вот Ладья С4 было сыграно. Разменяли обе стороны. И белые сыграли ферзь Д6, и на центре сыграли ферзь Д4. Короче говоря, перевели ферзя так, что в следующих ходах неизбежно следует шаг на поддиагонали, и белые сдаются. Ну, вот более эффектно... Ну, давайте еще раз. Вот Ладья С4, допустим, да? То есть как было в партии? Ладья Б4, ДС, ДС, и ферзь Д6. Черные сыграли С3. Потому что ферзь Д2 шаг, видите, с матом. Ферзь Д2 шаг, королю не надеваться, и ферзью приходится отдавать ферзя с матом. Черные держат поле Д2, но тогда ферзь Д4. Здесь черные сдались. Потому что нет защиты от ферзь Е3 шаг. Вот такой неожиданный финал мог бы быть. Ну, партия могла немножко дольше продержаться. А почему нельзя было там защитить ферзь Е6? Тогда ферзь Ф4 шаг, то есть все поля диагонали не защитишь. Какие-то можно защитить, но не все. Ферзь С2, например, там ферзь Ф4 шаг. А если ферзь... Через Д3, например, ферзь Ф4 шаг. То есть достаточно ферзью попасть с шагом на поле на эту диагональ С1, А6. Коль сзади держит короля. Это очень, конечно, эффектно. Это чистый этюд. Но этюд, вы знаете, что такое это. Искусственное построение, когда его надо выглядеть просто каким-то изящным способом. Это не имеет как правило отношения к практике. Это специальные люди, чудисты, которые составляют разные этюды. Но здесь и что-то произошло в партии. Конь стоит сзади, где-то на крайней линии. Ушел далеко, а ломатует. Почему нельзя было сходить тогда ферзь Ж5? Ферзь Ж5 нет, здесь пешка А4. Да, но пешка бьет, король... Ну ты ферзя отдаешь просто. Ну как, ну можно все что угодно отдать, но... Но король зато выходит из... Ну хорошо, но черные песка не без ферзя подыграть. Вы хотите, чтобы Карпов играл с Каспарова без ферзя? Но такого еще в истории не было. То есть здесь... Вот этот ход, конечно, очень неожиданно. Ладья Б4. С разменом ферзей. Но... Ладья С4 было сыграно. Но... Более эффектный такой был вариант, как слон H7. Но побыстрее освободить короля. Нет, здесь немножко другая какая-то полиция. Ферзь стоит. Ферзь Д6. Ферзь Д6 было... А, это уже было сыграно. Ладья Б4, да, это было сыграно. Ферзь Д6. Ферзь Д6. Вот С3 это было в партии. И после Ферзь Д4 черные сдались. Но было... А, это просто я привожу пример. Он сдался. А, все правильно. Он сдался, но просто показывал... Привожу вариант, как могла закончиться партия, если бы черные не сдались. Значит, после... Ферзь Д4 было сыграно. Ну вот. Значит, могли... А, пешка здесь стоит. Пешка здесь стоит. И даже выбираем на слон H7. А слон H7, допустим, предлагается. Так, такой ход. Ну, чтобы там на шар уже 5 пойти, как-то сопротивляться. Но на слон H7 белый просто берет на С3 пешку. Так. Теперь слон H8, допустим, пытаясь как-то выскочить королем. Тогда Ферзь Е3 шаг. Ж5. Ферзь Бедж 5 шаг. Меняются все фигуры. Ферзь Бедж 5. HG шаг. И Ж5. Король Бедж 5. Кажется, что черные как-то удерживаются. Но здесь следует... А4 просто и пешка проходит Ферзей. Стол очень далеко. Ничего тут не успевает. И так далее. Ну и другие варианты. Ну, в общем, вот в этой позиции черные сдались. Еще стал... Значит, 22-ю партию он выиграл. Еще повел очко. И потом, где... В матче рекорд закончился победой Каспарова. Каспаров второй раз стал чемпионом мира. Вот такая эффектная позиция за счет, в основном, коня на F8. То есть... Меды выиграли при помощи того, что конец стоит далеко-далеко там сзади. Где-то на F8. Вот все. Тракции матча из матча на первенстве мира. Поэтому я понимаю, что это не очень легко. Но они сами не всегда все понимали. Сами, видите, находили решения какие-то в домашнем анализе. И сами просматривали какие-то холоды. Это сильнейший шахмодисты мира. Так что не странно, что и вы не все понимаете. Это здесь. Здесь. Продолжение следует...